Валерий Курас А вот сейчас мы с вами въезжаем в деревню Лакуныс. Лакуныс это типичный образец горной деревни. Я вам говорила, что первоначально свое поселение местные жители строили вот так высоко в горах. Это типичный образец, невысокие домики. Здесь, например, на первом этаже можно увидеть или мини-маркет, или какое-нибудь кафешка, а на втором жилое помещение. Или наоборот, жилое помещение внизу, а на первом этаже можно увидеть какой-нибудь кафетерий или мини-маркет. Невысокие домики. Это было специально построено в случае землетрясения. Но здесь остров Керкера, ему, скажем так, повезло. Здесь были землетрясения такие сильные, чтобы что-то произошло, чтобы что-то разрушилось. В каждой деревне есть своя церковь. Вы там внизу можете увидеть колокольню. Церковушка деревни Лакуныс. И вот посмотрите, какая узкая дорога, которая проходит между домов. Здесь дома пристроены друг к другу. Посмотрите, вот там по правой стороне узкие тропинки, которые проходят между этих домов. Вот это вот узкая дорога. Здесь впереди единственное дерево. Это площадь деревни Лакуныс. Так называется это место платья. Здесь, когда проходят ярмарки или какие-то церковные праздники, местные жители этой деревни собираются вот здесь, на этой площади деревни Лакуныс и проводят разные мероприятия. Вот здесь, видите, да, здесь обычно, конечно, когда проезжают по таким узким, по таким этим горным деревням, есть светофор, но здесь в последнее время светофор не работает в этой деревне. Поэтому, конечно, может произойти такое вот столкновение, да, когда едут... Потому что здесь вот такое вот самое узкое место, самое, где мы сейчас должны проехать с вами. Видите, если вот так вот едут встречные машины, конечно, вот так может произойти такая пробка. В северо-восточной части, там также мы проедем высоко в горах, по горным деревням, но там уже не настолько узкие дороги. Вот было только так в одном направлении. Здесь сейчас уже через 2-3 минуты мы подъедем к смотровой площадке. Там же, где смотровая площадка, у нас ресторан, где мы с вами будем кушать, называется Костеллины, национальный греческий ресторан. Меню на русском, можете прочитать, можете выбрать. У кого есть с собой сухой паек, вы также можете сесть с нами в ресторане и покушать там. Или можно просто, кто не хочет кушать, там есть кофе, можно заказать кофе, есть вкусные пироги, ореховый, яблочный, лимонный. И вот здесь, кто будет кушать, мы, во-первых, поднимемся на самый последний этаж ресторана. Он находится точно, где смотровая площадка, но вот последний этаж ресторана, он еще выше, чем 500 метров, то есть еще выше, чем смотровая площадка. И вот оттуда будем кушать на последнем этаже. Оттуда еще лучше открывается вид на палеокастрицу. Если будете заказывать в ресторане, я вам просто предлагаю сначала сядьте, закажите, и вот пока будет готовиться, пока будет готовиться ваша еда, вы сможете сделать очень красивые фотографии на палеокастрицу сверху. И потом уже после нашего обеда, время у нас час на обед, после нашего обеда мы с вами остановимся для небольшого шопинга, тоже недалеко здесь от смотровой площадки, и потом уже поедем, чтобы посмотреть северную и северо-восточную часть острова. Переедем уже с западной части, переедем на северо-восточную. Наш ресторан находится по правой стороне. Поднимаемся на самый последний этаж. Кому тяжело, есть лифт. По лифту можно подняться или по лестнице. И в полк... По лифту можно подняться. По лифту можно подняться на северо-восточную площадку. Кому тяжело, есть лифт. Субтитры делал DimaTorzok 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 Город Касиопе 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 Мы находимся в городке Кассиоке. Остров Корфу. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Кассиопи городок на острове Корфу. Продолжение следует. 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 Продолжение следует...